Стена на набережной с текстом стихотворения Владимира Маяковского – одно из самых известных стрит-арт-произведений Самары. Автор Пакрас Лампаса работал над ним в прошлом году на фестивале «Самара Граунд Арт Фестивал». В этом году он снова среди участников. Для одной из новых работ планируют использовать уникальный цвет – королевский синий. Специально для фестиваля заказал 15 килограммов пигмента. Еще один объект будет серебряный каллиграфией. Он опишет цитату Юрия Гагарина, подчеркивая космические достижения города. Когда я работаю с каллиграфией, мне важно добиться максимально плотной краски, которая не будет терять свою интенсивность цвета со временем. При том, что, например, когда краска носится очень тонкой кистью, так каллиграфия – это очень такой нежный тип взаимодействия с вообще краской, с письмом. О секретах, лайфхаках и творческих планах Пакрас Лампас и другие художники говорили на пресс-конференции, посвященный фестиваль уличного искусства «Самара Граунд Арт Фестивалл 2021». Он проходит с 1 по 13 сентября. Некоторые авторы уже начали рисовать свои произведения. Глава Самары Елена Лапушкина уверена, что фестиваль будет иметь долгую жизнь, а арт-объекты появятся во всех районах города. То, что у нас молодые люди принимают участие в украшении города, для меня это очень и очень важно. Мне очень приятно видеть, что на фоне тех моралов, которые в том году нарисовали, люди фотографируются, до сих пор мимо набережной, где у нас работал Пакрас Лампас, люди не проходят, в обязательном порядке делают селфи. Конечно, это отрадно. Убеждена, что и в этом году получатся яркие моралы. Город получит новые картины, новые точки притяжения, и этот фестиваль получит дальнейшее развитие. В этом году фестиваль уличного искусства пройдет в Самарской области во второй раз. Работы художников украсят не только Самару, но и Тольятти. Всего в регионе появится 15 новых муралов, а также три скульптуры. Над шедеврами стрит-арта будут работать известные российские и мировые художники. Павел Орос из Благовещенска, Алексей Кислов из Крыма, бразилец Луис Густаво Мартинс. Один из хэтлайнеров фестиваля – аргентинец Кобре, работающий в технике гиперреализма. Муралы художника можно увидеть в Испании, США, Аргентине, а теперь и в Самаре. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.